Сбербанк России резко снизил ставку по крупным потребительским кредитам. Речь о суммах свыше миллиона рублей. То есть теперь, если вы собираетесь врюхаться в кабалу, вас, видимо, должна греть мысль о том, что вы врюхались туда подешевле. Впрочем, ну как резко снизил ставку тут Сбербанк на 8% пунктов? Не путайте, это не 8%, а всего лишь на 0,8% одного процента. Это эхо ляпота, заживем и начинаем. А если хотите узнать мое мнение, очередные потемкинские деревни для нас возводят, чтобы можно было сказать, посмотрите, как хорошо россияне зажили. Миллионные займы берут в банках, это ли не показатель экономического благополучия? Ну и второй момент. Кредит ведь это еще определенного рода рычаг влияния на гражданина. Деньги банку как-то отдавать, потому что надо, значит, человек будет бояться потерять работу. И вот с таким человеком делаешь, что хочешь, а это реальная журналистика. Осторожно, мошенники. Тема сегодняшней программы. Поехали. Я уже начинал рассказывать эту историю, получил много отзывов, попросили поподробнее. Речь о банковских кидалах, которые не без помощи чиновников зарабатывают на банкротствах кредитных учреждений баснословные деньги. Конечно, вы периодически слышите о том, что там или сям грохнулся тот или иной банк, лицензию отозвали, или еще какая-нибудь холера с ним приключилась, и куча вкладчиков в одночасье остались ни с чем. Вот только кому война, а кому, мать родна. Граждане, храните деньги в сберегательной кассе, если, конечно, они у вас есть. Так вот, до чего додумались жулики. Ежегодно в России лицензию отзывают у десятков и даже сотен банков. И вот чтобы хоть как-то успокоить граждан, чиновники наши однажды придумали и создали такую организацию, как Агентство по страхованию вкладов. Работает по принципу самой обычной страховой компании. То есть все, кто так или иначе пользуется финансовыми инструментами, карточкой, например, банковской, оплачивают эту самую страховку, отсюда и деньги в агентстве. И в случае, если банк грохнулся, вкладчик идет туда, в ОСВ, и получает компенсацию. А вот теперь самое интересное. Думаете, только вкладчики могут получить такую компенсацию? Сейчас. Наши дырявые законодательства и повсеместная коррупция дают возможность поиметь с этой схемы еще и тем, кто то банкротство инициировал. Но обо всем по порядку. Здесь мошенничество невозможно выявить на данном этапе. Мошенничество появляется уже постфактум, когда вся процедура прошла, когда все деньги освоены. А ведь новость о том, что какой-то там банк приказал долго жить, только для нас, простых смертных, является новостью. Те, кто в системе, узнают о готовящемся падении кредитного учреждения заранее. Банкиры все друг друга знают, потому что да и с чиновниками деловые отношения поддерживают. И как только прошла информация, банк будут валить. В этом банке откуда ни вознись появляются толпы псевдо-вкладчиков из числа бичей, алкашей, просто каких-то сирых и убогих. Главное, чтобы у человека был паспорт. Приходит он с этим паспортом в расстрельный банк, открывает депозит, скажем, миллионы. И как только учреждение накрылось медным тазом, его тащат в СВ, где он получает свой живой лям, настоящий. Фокус заключается в том, что в момент открытия депозита никаких денег на счет псевдо-вкладчик не кладет. Подкупленный банковский клерк просто рисует цифру в компьютере и выписывает под это дело бумажку. Вуаля! По этим паспортным данным осуществляется вклад. Как правило, это миллион, миллион четыреста, то есть в верхних пределах застрахованной суммы. Так вот, если мы говорим о деньгах, откуда они берутся, они берутся от реальных вкладчиков. А вот реальные вкладчики остаются незастрахованными и их денежные средства никак не обеспечены, потому что их денежные средства ушли на поддельные подставные счета левых лиц, которые аффилированы с власть имущими, с сотрудниками банка, с председателями правления, с советом директоров банка и с чиновниками из АСВ. А вот обычные люди, чьи это были деньги, чьи деньги использовались, они остаются незащищенными. Пожалуй, вот так выглядит эта схема, и вот чьи деньги используются для этого. Мои коллеги из бизнеса ФН даже название таким псевдовкладчикам придумали. Караваны, а потому что их и гоняют, как верблюдов табунами, сотнями, тысячами. Приехали в какой-нибудь горный аул, загрузили в автобусы и в банк вклады, депозиты оформлять. Потом точно так же за деньгами в агентство по страхованию вкладов надо ли объяснять, что ущербные при этом почти ничего не получают, деньги забирают караванчики или организаторы. Если вы посетили в очередной раз свой банк, чтобы сделать вклад, снять деньги, провести какую-то операцию, и вдруг обнаружили, что вместо обычных, респектабельных, обычных, средних, всяких разных граждан, у окушек появляется один, а то несколько, а то и сопровождающий, сопровождаемый кем-то граждане, той внешности, которая обычно не является вкладчиками, есть повод насторожиться. Есть повод насторожиться, есть повод сделать сообщение в правоохранительные органы, занимающиеся экономическими преступлениями. Потому что подобного рода деяния могут быть пресекаемы в том случае, если мы будем, повторяю, смотреть по сторонам. Автором хитроумной идеи, как утверждают журналисты из Бизнес.ФМ, считается вот эта вот милая девушка, которая в недалеком прошлом трудилась в должности целого заместителя председателя правления банка Европейский стандарт 30-летняя Анастасия Оськина. Банка Европейский стандарт уже нет, впрочем, перед Новым годом схлопнулся, но именно после его обрушения история, которую я вам сейчас рассказываю, выплыла на поверхность. А вообще Анастасия в банковском бизнесе самого девичества пребывает и уже успела много где отметиться. Так, например, в возрасте всего-навсего 20 лет Настя работала в филиале ЦБРФ в родном Владимире. А уже через три года умницу-красавицу позвали в столицу, где она устроилась на работу в МОСО. Облбанк, это банк Ротенберга, на должность начальника внутреннего контроля Нибаран чихнул. Потом был ЕС, в смысле Европейский стандарт, где она сделала головокружительную карьеру. Вот только банк тот, то и ее карьеры не пережил. Сегодня ЦБ отозвал лицензию у банка Европейский стандарт. По активам он занимал невпечатляющее 544 место в стране. Его крах вряд ли был бы так заметен, если бы не формулировка в сообщении ЦБРФ. Как причину регулятор указывает крупную кражу, которая привела к существенному снижению капитала. Кстати, это едва ли не единственное видео по поводу обрушения банка ЕС, которое мне удалось найти, хотя история в свое время громкой была. А почему, как думаете? Подозреваю, что подчистили. Есть такая услуга у интернетчиков, стоит дорого, но работает эффективно. А теперь, почему я делаю такие выводы. А дело в том, что в истории этой жульнической не только фамилия Оськиной фигурирует, кому она нужна, по большому счету. Но имя одного высокопоставленного чиновника из агентства по страхованию вкладов, Рубена Мирьянс, так зовут этого человека, улавливаете уровень людей, возможно, втянутых в данную аферу. К слову, до того, как прийти работать в агентство, господин Мирьянс успел неоднократно оскандалиться на предыдущих должностях, ну и под занавес. Вся эта история, конечно же, не могла обойтись без юридического сопровождения. Знакомьтесь, один из крупных московских адвокатов, который бдит за законностью происходящего в СВ, Никита Филиппов, руководитель столичной городской коллегии адвокатов де Юре, и очень интересный человек, кстати. Ну, во-первых, они знакомы с господином Мирьянсом, хотя, ну и что, согласен. Во-вторых, чем этот юрист в своей жизни только не занимался, готовил кадры, покупал и продавал недвижимость, в индустрии отдыха и развлечений отметился, а еще и сдавал книги и даже производил мороженое, и теперь изюминка на торт. В 2008 году стал фигурантом сразу двух дел, в одном из которых фигурировала уголовная статья 159 мошенничества. Зато сегодня этот человек почетный адвокат России, ну это я так, без претензий, просто сказал. Вот не переведутся никак Остап и Бендеры на Руси, причем об этом ведь почти никто не говорит. Я не видел расследования по данному поводу в какой-нибудь программе «Человек и закон». Ну или, например, в линии защиты, в которой я когда-то работал, где ярый борец с коррупцией Хинштейн или специальный корреспондент ВГТРК «Мамонтов» до Навальной, в конце концов. Чего они молчат-то? Такую схему мошенники замутили с этими караванами, тысячами фиктивных депозитов, купленными за взятки банковскими клерками и чиновниками из АСВ, миллионы украдены. И тишина. Да я уверен, что дело никогда не будет расследовано, хотя чего я удивляюсь. Ладно, это была реальная журналистика, сегодня вот так. Ищите нас в Ютьюбе, подписаться не забудьте, и будьте в курсе происходящего. В соцсети к нам тоже добро пожаловать, там тоже много гимнастики для ума. Друзья, добавляйте с темы, предлагайте, поднимем и обсудим. А я за всем спешу откланяться. Все, пока. Пока.